Так, всем привет, вы на канале CryptoCommons. Это быстрый апдейт по рынку. Посмотрите, что происходит. Первый тревожный звоночек появился у нас на TRDR. Загорелся сигнал. Посмотрите на стакан, здесь очень сильная плита заявок на продажу. О чем мы, собственно, сообщали вам у нас в телеге, поэтому обязательно проверьте, что вы подписаны к нам в телеграм. Это первый сигнал, ребята. Это еще не значит то, что точно прямо сейчас надо шортить. Но, как вы можете видеть, предыдущий такой сигнал на покупку отработал очень хорошо. Для тех, кто не знает, этот сервис TRDR, он типа TradingView, но он подсасывает этот индикатор на основе ордербука со всех бирж, со всех спотовых бирж, то есть на основе заявок со стаканов. И вот, как вы видите, он работает в такой настройке, он работает достаточно безупречно. Покупки, продажи. Сейчас посмотрим, опять же, как эти продажи отработают. Ну, в общем, для тех, кто интересуется, как настроить его таким образом, посмотрите, обзор сверху сейчас у вас появится. Это техника Джо Саза. Есть такой трейдер американский. В общем, да, этот сигнал плюс сходится еще с тем, что мы видим по Candle Wave. Посмотрите, у нас здесь очень высокая плотность заявок по 25 тысяч плюс. От 25 до 25.300. Очень высокая плотность заявок на продажу лимитных. Опять, это ничего не значит, то есть можем ли мы ее пробить? Можем. И пойти дальше наверх. Но шансов этого все меньше, как бы. И риски того, что мы уйдем в коррекцию, становятся все больше. То есть, либо так, либо там чуть позже, но тем не менее. Поэтому, конечно же, не глупо забирать часть прибыли. Вот что я вам хочу сказать. Что я, собственно, и делаю. Сегодня в предыдущем стриме вы это видели. И сейчас тоже я хочу забрать еще часть прибыли из своей позиции на BitGet. На бирже, на которой, напоминаю, что идет сейчас турнир специально для CryptoCommons. Еще 8 дней вы можете добавиться по ссылке из описания и участвовать в нем с высоким шансом на победу. Но суть не в этом. Суть в том, что мы сейчас не знаем с вами, куда пойдет цена в краткосроке. Она может вообще и в бок пойти на самом деле. И получится замок такой для трейдеров. Но может и пойти наверх и вниз. Поэтому мы снижаем риски. То есть, мы забираем часть прибыли. Это обязательно нужно делать. Нужно выводить часть прибыли. И стараться саккумулировать на споте такую позицию, как вы торгуете в марже. Я сейчас говорю только с трейдерами, ребята. Эта информация только для трейдеров, не для ходлеров. Если вы купили биток в долгосрок, то это абсолютно другая история. Но если вы именно ищете варианты коррекции, то вот у нас тут Fibonacci примерно. Если положим, что это была локальная вершина, это еще не точно. Но если так, то вот у нас уровни Fibonacci, как вы знаете статистически, ну вот хотя бы 0.23. Fibonacci это 24.200, 24.300. Туда мы можем сходить. На 0.38 можем сходить, это 23.600, 23.700. Да и вообще в золотой карман можем упасть куда-нибудь на 23.000. И оттуда продолжить движение. Поэтому стоит сейчас этого опасаться и забрать часть прибыли. По крайней мере будет не обидно, если пойдет вниз. А если пойдет наверх, ну ничего страшного, вы же останетесь частично в позиции. Вот в этом и суть такого черепашьего трейдинга с плавной разгрузкой и плавной догрузкой. Если пойдет вниз, мы еще докупим в зоне золотого кармана. Если пойдет наверх, то разгрузим остальную часть. Вот. Это что касается трейдинга. По эфиру то же самое. Смотрите. Вот на Bybit я показывал, тоже в телеге делал пост. Эфир уперся в очень важный уровень предыдущей поддержки. Посмотрите, сколько раз это было еще здесь в 2021 году. Три раза он отталкивался вот здесь. Два раза вот здесь. И потом он стал сопротивлением. Этот уровень мы сейчас его пробиваем. Это 1700. Но опять же он может выступить локальным сопротивлением. Откуда мы можем увидеть коррекцию. Но на самом деле по эфиру будет показательнее. Если мы сейчас его пробьем, то скорее всего мы пойдем к следующему уровню. Это хотя бы вот 2000. 2000 с небольшим. Это вот это сопротивление. Давайте скажем 2000 долларов. Потому что по битку мы уже где-то вот здесь. То есть у битка был отскок вот здесь на 25 тысяч. То есть эфир сейчас, получается, не догоняет биток. Он перегонял биток в первом отскоке. Сейчас он не догоняет. Он может очень сильно выстрелить. Тогда и биток полетит сразу на 32. Поэтому мы на этот случай мы держим часть позиции. Но мой долг был вас предупредить, ребята, что надо обязательно не забывать разгружаться. Потому что если вы увидите обратное движение и свой нереализованный профит, который сегодня есть, а завтра нет, то зачем вам это надо? Вот. Поэтому мы так и делаем. Собственно разгружаемся плавно. Лимиточками желательно. Частями по основным позициям. И забираем свою прибыль с рынка. Дэш давайте еще посмотрим. Вот тоже дэш у меня набрана позиция. Смотрите, как он идеально отпрыгивал от вот этой трендовой. И она, в принципе, это парабола. То есть это экспоненциальная трендовая. Она по-любому будет в какой-то момент сломана. И вот сейчас у дэша, возможно, или последний, или предпоследний заброс в этой параболе. И если он предпоследний, то она пойдет вот так. И выше сотки мы сходим. Но потом все равно будут какие-то локальные коррекции по дэшу. Поэтому, опять же, в долгосрок набирать можно. Но локально частично разгрузиться тоже нормальная тема. Хотя в случае с дэшем там еще не факт. Там, может быть, нужно хеджево шортить. Но все равно частично разгружаемся. Вот, на байбе тоже напоминаю, что идет удачный трейдинг с криптокомментс. По ссылке из описания переходите, добавляйтесь и крутите барабан. Получайте USDT. Вот, что еще у меня тут? Аудио. Эфир классик. Но пока тоже они что-то не особо-то выросли. Вот, а если вы в долгосрок, ребята, если вы не трейдите, то я вас успокоил. Все вообще нормально. Посмотрите, мы все еще на низах по эфиру. Опять же, вот мы пришли к этому уровню, о котором говорили, да, предыдущей поддержки. Сейчас, если пробиваем его как сопротивление, то все эти локальные коррекции, о которых мы говорим и которые мы торгуем, это все для вас ничто. Это все будет внутри вот этих недельных зеленых или там месячных зеленых свечей, которые в итоге приведут нас вот куда-то сюда, я думаю, что по эфиру. И по другим монетам тоже, по биткоину, соответственно, вы же знаете мой прогноз. В целом-то все идет наверх. И по биткоину тоже у нас есть канал, средний, средневзвешенный такой растущий канал этого цикла. И я думаю, что мы тоже вернемся туда, куда-то на 40 с чем-то, на 50 тысяч долларов по битку. Это абсолютный будет просто возврат к средним значениям, к нормальным. И все уже от этого отвыкли, все сейчас будут шортить. Потому что, посмотрите, по битку мы всего лишь на недельках пришли вот снова в это сопротивление 25 тысяч, где эфир стоил 2 тысячи. То есть мы ничего еще не сделали даже. Мы сейчас можем его пробить, потом на нем закрепиться как на поддержке и пойти дальше наверх. И это, на мой взгляд, самый вероятный сценарий сейчас. Напишите в комментарии, какой сценарий ждете вы. Ставьте лайк обязательно этому видео, если вам заходит криптоконтент. И проверьте подписку на наш канал и на Телеграм, чтобы быть в курсе всех движух. Дэш еще посмотрим. Вот, собственно, мы рисовали Фибоначчи. Посмотрите, чем Дэш интересен. Он монета. Эта монета, короче, забытая монета в прошлом цикле. При этом это действительно крутая децентрализованная криптовалюта. И ее ни разу не ломали, не хакали, монет не вбрасывали кучу, как Терра Луна. Короче, это фундаментально крутая крипта. Но она абсолютно забытая. И технически у нас здесь просто выход из падающего клина происходит. Сейчас из более меньшего падающего клина в более большом, как вы видите. То есть это все был такой фрактал, который потенциально нас сейчас приведет, но вот хотя бы в первый золотой карман это 300 с чем-то баксов. Это первые локальные цели. А так вот этот золотой карман это 1000 баксов. Тем более новость. Вы же знаете, что вышла новость про Antminer D9, по-моему, для Дэша. Если не знаете, посмотрите, ньюсблок крипта у нас вышел. Вот там есть эта новость. И я думаю, что они запампят цену. Где весь Дэш-то? Он у нас с вами и в мастер-нодах Binance. А сейчас еще Bitmain подключается. Поэтому они по-любому будут сейчас его качать. Так что дадим Дэш во вторую жизнь вместе. Тем более он к BitQ тоже, посмотрите, как красиво вышел из клина, отретестил как поддержку и полетел наверх. И там еще желтая точка у нас на китайском сайфере, но на оригинальном ее не видно. Короче, ребята, в целом-то сейчас все полетит. Даже BNB сейчас будет к доллару расти и Dogecoin немного. Вон я на Dex торгую, Dogecoin на Apex Dex. Ссылка тоже, кстати, в описании. Децентрализованная биржа от Bybit. Но все равно помните, что главная цель – это накапливать BTC. Накапливать BTC на холодном кошельке в долгу, если вы верите в крипту. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитролей. Торгуйте аккуратно, добавляйтесь к нам в тележку. И напоследок вот еще посмотрите, что глобально мы все еще в очень-очень зеленой зоне риска. То есть очень низкий риск по всем метрикам. Вот из Into the Cryptoverse. Включая ончейн, технические, социальные и прочий анализ данных. Так что, ребята, сидим в ракете, не дергаемся, но не забываем разгружаться на фьючах. Все, до следующей встречи, пока.